Сама, которая, ну, изначально и гуру, и прородитель всех живых существ, и не был мудреца Турвасова, великого мудреца, потом он пришел на усын, и радостно хотел его принять, и сын сказал, там, не смей ко мне свои руки, и стал ругать его. Когда Брахман в конечном итоге был в гнии, и Турвасова бежал от него. Потом Турвасов пытался провернуть такую же штуку с Шивой, тоже чуть ли плохо не закончилось, Шива чуть ли не искупилил его на месте. Но когда Турвасов пришел вечно, Вишна сидел и медитировал. И Турвасов стал, так сказать, говорить ему какие-то неприятные вещи, что ты вовсе не тот, за кого ты себя выдаешь. Ну, что ты договорил, он получил картости, но Вишна сидел, радостно медитировал. И Турвасов был настолько раздражен, что не получил никакого вообще ответа, что в конечном итоге в ярости он ударил Вишну в стополь в грудь. И тут же Вишну сказал, мой дорогой Мудрес, скажи, ты поранил свою ногу? Ничего, все хорошо. Ведь стопы моих премьев всегда в моем сердце, поэтому посмотри. А по твоей милости вот этот плеча, как твои стопы в гневе, когда ты меня ударил, я могу всем показывать, что это стопы моих премьев. И Турвасов был настолько шокирован, а чёрного Вишны, что он склонился перед ним и принял его рекомендуем. Но с Кришной еще сложнее, понимаете? С Кришной еще сложнее, потому что, как раз улетел сюда в Киеве, читал книжку «Прикат Багаватакра», там «Санна Мегасонна», очень интересная хибида, космология. И он там в своем комментарии говорит, что дело в том, что когда речь идет о непосредственно своем боговании или изначальной личности Божественной, нужно помнить, что она приходит раз в 100 миллиардов лет в каждую вселенную. приходит к другому. Потому что, ну, непосредственно сам Господь, у него много аватаров, проявлений, мудрецов, там, Брах, Машилы, Мишны, это он срепит. Но сам лично, ну, как бы царь, да, или президент, он может нанести какой-то визит, но поскольку вселенная, бесконечное количество, а он не является определенным своим идеанием, и поэтому говорит, что в связи с этим происходит часто так, что, ну, мир построен тем, что знание, каким бы совершенным оно ни было, оно утрачивается. Вот какой бы совершенный мир ни существовал, в силу этого мира оно утрачивается. Мы знаем, что цивилизация возникает и утрачивается. Поэтому сказано, что само явление Кришны, непосредственно не его аватаров, а непосредственно его, это крайне редкое событие во Вселенной. Поэтому мы же только очень-очень удачные люди могут соприкоснуться с этим. Ведь Господь, Он всегда приходит в разных формах, в разных проявлениях, и нужно понять и говорить, что Он же очень четко чувствует целевую аудиторию. Почему? Почему так много религий? Кришна говорит, Бхага, вот видите, лестница вера одна, но каждый на этой лестнице занимает свою ступень. Понимаете, да, это как, мы ему скажем, а почему бы всех не взять в аспирантуру? Можно сказать, но мы не можем всех взять в аспирантуру, а что мы будем делать с первоклассниками, с неофитами, а что мы будем делать со средним уровнем? Потому что в аспирантуре мы можем говорить о каких-то очень продвинутых вещах, поэтому если мы всех в аспирантуру повестим, то аспирантов любят. В этой связи, вот, мой такой вопрос, вот, вот так вот. Спасибо.